Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карнакова Юлия. Я рада видеть вас снова в музейно-выставочном центре Тульские древности. Сегодня мы будем делать с вами очередную куклу, даже несколько кукол. И называются эти куклы лихорадки, лихоманки или трясовицы. Мне кажется, эта кукла очень актуальна сейчас, в феврале, когда очень много разных простудных заболеваний, когда грипп властвует. И вот я предлагаю вам сегодня попробовать или начать даже борьбу с гриппом вот при помощи народных средств, при помощи вот таких кукол. Кукол таких всего делали хозяйки или все женщины, которые жили в избе, 12. Причем делали они это на праздник Селиверста 15 января. И прежде чем начать делать таких кукол, женщины обязательно сами ходили в баню, затем топили избу по-черному, то есть при помощи этого дыма они очищали помещение от накопившегося там зла, мы бы сейчас сказали, негативной энергии. И надевали обязательно чистая одежда. Садились они в бабинку ту, то есть у печи, и делали вот таких куколок, лихоманок или трясовиц. Делали всего, как я уже сказала, 12. Вот в каждой губернии лихоманки были разные. Вот в Тульской нашей губернии, по словам Ирины Владимировны Агаевой, вот эти лихоманки, трясовицы были добрые. Делали их из ярких кусочков ткани, было их всего 12. В других губерниях этих кукол делали на палочках, и было их 13. 12 сестер и, самое главное, мама их большая, более крупная такая кукла, которая как бы ими руководила. В нашей губернии, еще раз повторю, их делали без палочек, только из ткани и кусочка ваты или куделя и ниток, и было их всего 12. Были они похожи друг на друга. Считалось, что это именно женские такие существа, женские куколки. И считалось, что вешали их на печи, там, где не было уже огня, и считалось, что дух болезни проникает в дом, в избу, через печную трубу. И вот когда он проникает в дом, то прежде чем увидеть человека, он видит этих куколок и вселяется в них, а человек остается здоровым. Более того, рассказывают народные мастерицы, что если вдруг в доме кто-то заболевал все-таки, несмотря на то, что были такие куколки, то таким куколкам могли принести подношение, могли подарить подарки. Что же подарком может быть для куклы? Это яркая атласная лента на пояс или яркая красивая бусинка, которая тоже привязывалась к пояску или к шее куколки. Но если вот после таких даже подарков человек, который был болен, не выздоравливал, ему не становилось легче, то куколок таких могли и наказать, или прегрозить сожжением или каким-то другим наказанием. Интересно еще, что вот у нас в Туле куколки эти делались с бантиками, с несколькими, да, и тоже были очень такие красивые, интересные. Я предлагаю вам сделать тоже такую куклу. Для такой куклы нужен кусочек ткани, но где-то размером он может быть 40 на 20-40 на 15 сантиметров. Обязательно 12 лоскуточков, обязательно ткань должна быть разная, разные по цвету, да, то есть 12 разных кусков ткани, разных видов даже, можно сказать, ткани. И обязательно, и хорошо, если есть куделька, если кудели нет, то это вата или синтепон, нитки и ножницы. Для того, чтобы сделать такую куколку, мы берем с вами наш кусочек ткани, берем кусочек ватки, кладем вот чуть ниже середины, середина где-то здесь, вот чуть ниже середины, и начинаем скручивать. Мы с вами используем технику жгутика. Вот Ирина Владимировна Агаева, очень известная мастерица, народный мастер России, говорит о том, что это именно тульская техника, вот наша родная техника, техника жгута. Итак, вот получается у нас такая головка куклы, складываем пополам, да, и формируем головку, конечно, там, где выпукло, это будет лицо нашей куклы. Головку нам надо завязать, втязаем ниточку, конечно, раньше мы все нитки обрывали, если вы делаете все-таки обереговую куклу дома, одни в тишине и нацелись на, да, как бы, оздоровление, оберег своей семьи, то лучше, конечно, и ткань, и нитки все обрывать, а не обрезать. Делаем несколько узелков, да, получается вот такая головка. Теперь, так как считается, что это все-таки женские такие, да, вот куколки, куколки, символизирующие женщин таких, мы берем кусочек ватки для того, чтобы сделать грудь. Вот мы складываем, раскрываем нашу куклу и вкладываем вот сюда, между кусочками нашей ткани, тоже вкладываем куколку. Делали таких кукол на год, да, всего 12, очень хорошо совпадается с количеством месяцев года, в году. И делали раз в году. Старые куколы сжигали, причем никогда сами хозяйки не брали кукол, старых кукол руками, брали, поддевали кочервой и бросали в печку, чтобы ничего злого не привязалось к самим хозяевам, жителям дома и избы. Итак, теперь нам нужно с вами сформировать талию нашей куколки. И тоже заматываем. И завязываем. А теперь нам нужно сделать крест. Вот мы бы сказали, что это обереговый крест. Ирина Владимировна в своем мастер-классе рассказывала, что крест символизирует то, что эта женщина не замужняя, то есть девушка у нас. Отрезаем ниточку подлиннее, можно даже в два раза ее сложить, чтобы крест был более нарядным, таким ярким. Вот такая длинная нитка. Делаем крест. Крест делаем таким образом. Крест у нас должен быть только впереди. Поэтому мы с вами сразу перекрещиваем и через спину, и через шею. Получается, через шею, через пояс. И опять вот таким образом заматываем нашу куколку. Нитки. Все поправляем. Вот такой крест у нас получается. Можно еще вокруг пояса обвязать. И завязываем впереди. Завязываем на бантик. Чем больше узлов, тем больше считалась обереговой силы в кукле. А вот у нас, Толик, как рассказывала Ирина Владимировна, очень любили бантики. Вот такая куколка получается. Но это еще не все. Нам нужно еще завязать такой же бантик на головке куклы. Можно тоже даже двойную ниточку, чтобы бантик был поярче. Раскрываем ткань. Вот два кусочка ткани на головке. И вставляем туда двойную нашу нитку. Вот таким образом получается. Куколка как бы висит на этой ниточке. Завязываем узелок. Можно тоже три, например, узла завязать. Вот два узла и третий будет бантик у нас. Вот такая куколка получается. Делали их 12, как я еще уже говорила. Но 12 мы все с вами делать не будем. Я сделаю еще одну и покажу, как они должны были у нас висеть. Вот такая куколка. Опять берем кусочек ткани прямоугольной. Кусочек ватки для головы. Чуть ниже, где-то вот середина. Чуть ниже середины. Кладем. Можно даже сделать ее круглее. и делаем жгутик. Слишком я ее умяла. Сворачиваем пополам. Завязываем головку. Отрезаем. Отрезаем. Теперь делаем грудь. Берем еще кусочек ватки. Складываем. Раскрываем ткань. Кладем кусочек ватки. Закрываем. Здесь самое главное, чтобы поменьше щелей было. То есть ткань плотно соприкасалась. Поменьше щелей было, чтобы не выпала наша ватка. и тоже завязываем. Чтобы больше силы придать нашей кукле, нужно обязательно закручивать по часовой стрелке. По движению солнца получается. И делать тут нечетное количество узлов. Так, теперь нам нужен обережный крест. Так, и получается через шею. То есть крест у нас получается только с одной стороны, с лицевой. И завязываем впереди. Делаем бантик. То есть получается это именно наши тульские лихорадки. И бантик теперь на голову. Раскрываем. Ниточку вставаем. Делаем несколько узелков и завязываем бантик. Вот такая кукла тоже у нас получается. Но в итоге у нас с вами должна получиться целая связка вот таких куколок. Все они, все 12, вешались на одну нитку, красную нитку. И, как я уже сказала, вешались на печи. Через год снимались, эти сжигались и делали новых. Вот такие наши куклы. Тульские куклы-лихоманки. И мы предлагаем вам их сделать для того, чтобы не бояться гриппа и простуд. На этом наш мастер-класс закончен. Я жду вас вновь в гостях в Музейно-выставочном центре Тульской дрянности. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.